Чем ближе финиш, тем очевиднее лидеры. В предстоящем воскресенье в Кыргызстане состоятся выборы президента. Последние несколько дней перед голосованием кандидаты на главный пост в стране все активнее пытаются привлечь на свою сторону как можно больше избирателей. И хотя в списке претендентов больше десятка фамилий, уже сейчас понятно, что шанс победить есть не более чем у трех политиков. После того, как Центр избирком Кыргызстана объявил окончательную дату выборов президента, желание стать главой государства высказали 59 человек. Впрочем, как и ожидалось, жесткие требования Центральной избирательной комиссии прошли не все. В окончательный список претендентов вошли 13 человек. Позже один из них, Камчебек Ташиев, добровольно снял свою кандидатуру и сейчас в президентской гонке участвует 12 кандидатов. Среди них три бывших премьер-министра, экс-спикер парламента, бывший генпрокурор, государственный секретарь и самовыдвиженцы. Такое богатство выбора осложняет задачу избирателю. Если вот так логически проанализировать и посмотреть настроение и методы борьбы конкурентов, то в принципе второй тур ожидается. Потому что такое ощущение, что народ потерян, люди не знают, кому верить, за кого голосовать и как следствие будут голосовать как-то немножко инертно по последним ощущениям на ближайшие дни до выборов. В числе фаворитов три бывших премьер-министра – Умурбек Бабанов, Тимир Сареев и Сурумбай Джеймбеков. Первые двое – руководители партии, от которых и были выдвинуты. Джеймбекова также выдвинула партия, но ее лидер – нынешний президент Алмазбека Тамбаев. Кроме того, социал-демократов большинство и в парламенте. Отсюда много разговоров о том, что предвыборный штаб Джеймбекова будет пользоваться пресловутым административным ресурсом. Остальным претендентам якобы ничего не остается, как тратить большие деньги на предвыборную агитацию. Но в любом случае, последнее слово – за избирателем. Я думаю, что в Кыргызстане, скорее всего, все пройдет нормально. Не важно, будет один или два тура. Главное, чтобы это были честные, открытые выборы, как президент Кыргызстана говорит. И не было препятствий для того, чтобы гражданин именно сердцем голосовал за того контент, за который он есть. Среди 12 претендентов на пост президента есть одна женщина. Это руководитель ассоциаций неправительственных и некоммерческих организаций Токтаим Умиталиева. Нужно сказать, что кандидат уже в третий раз участвует в президентских выборах. Оба предыдущих раза она потерпела неудачу. Теперь надежда на нынешний плебисцит. У кандидатов в президенты осталось совсем мало времени для того, чтобы убедить избирателя проголосовать за кого-то из них. Выборы главы государства назначены на 15 октября. Бакачир Маша, специально для Хабар-24, Мишкек, Кыргызстан.